Сельское хозяйство, социальная сфера, ЖКХ и дороги – это далеко не полный список тем, по которым обращаются главы региона жители Кубани. Чаще всего просьбы не личного характера, а общественного. Так, Ирина Пушкарева и Владимир Рябцев из Славянского района обратились к Вениамину Кондратьеву с просьбой оказать содействие в разработке краевой программы лечения и реабилитации детей-аутистов. Таким ребятам можно помочь, но только при ранней диагностике. Сегодня в краях чуть больше тысячи, а квалифицированных специалистов не хватает. Педагоги, которые мы хотим, чтобы обучились, они будут помогать и деткам ДЦП, и деткам шизофрении. Это все лечебная педагогическая коррекция, которая нужна огромной категории всем детям-инвалидам. Вице-губернатор Анна Менькова отмечает, что проблемой в регионе занимаются и не один год. 1 июня в Краснодаре откроется специализированный центр для детей с подобного рода расстройствами. Краснодарский край, кстати, один из немногих регионов, которые действительно этой проблемой занимаются. И у нас абсолютно во всех 22 регистрационных центрах на Кубани существует отдельная группа для детей-аутистов. Более того, у нас есть коррекционные школы, где у нас занимаются такие детки. У нас 24 группы в детских садах. У нас регион, который занимается с такими детками. В свою очередь, говоря о кадровой проблеме, глава региона подчеркивает, что ее можно решить. Тем более, что социально-педагогических вузов и факультетов в крае достаточно. Надо только правильно организовать работу в этом направлении. Давайте исходить из того, что то, что преподаватель в школе должен быть с определенными специализациями, это бесспорно, это доступно, это недорого. Это вопросы правильной организации, именно процесса подготовки именно преподавателей, педагогов. Давайте поможем найти друг другу эти центры, допустим, которые все-таки даже на правах частных каких-то, может быть, учреждений будут этим заниматься, общественных организаций, и выпускников этих вузов. Просто застыкуем их друг друга. Просить не для себя, а для казаков пришел и Василий Головко. У Новоберезанского хуторского казачьего общества Кореновского района нет своей земли, где они могли бы выращивать урожай. Губернатор соглашается сразу. Земельные надела казакам нужны и поручает главе муниципалитета решить вопрос. Найти возможность и выделить Новоберезанскому хуторскому казачьему обществу 100 гектаров земли. Пока это только поручение. Земля здесь намного важнее для меня, потому что, на самом деле, казаки, мы говорим, что они должны крепко стоять на своей земле. Так вот, чтобы казаки могли крепко стоять на своей земле, у них, для начала, земля должна быть. Желательно на правах, пусть не собственности, но хотя бы аренды уж гарантированно. А вот вопрос Людмилы Друшляковой из Красной Поляны уже практически решен. Осталось дело за жителями дома по улице Очишковской. Проблема заключалась в том, что к жилому объекту не подключен газ. Кондратьев обращается к краевым чиновникам и подчеркивает, что так быть не должно. Мы по-разному видим чиновники и жители. Вот взгляды разные. Мы видим вот так, а они говорят, ребята, слушайте, вы придите, поживите, попытайтесь пожить в тех условиях, каких мы. У вас чуть-чуть взор из-за туманенного превратится в более ясный. Вот что сегодня говорят нам люди. Как заверил министр топливно-энергетического комплекса Александр Волошин и Мэр Сочи Анатолий Пахомов, все технические вопросы уже решены. Как только жильцы заключат договор с Гургазом, в их квартирах появится голубое топливо. Ежедневно Вениамину Кондратьеву приходят несколько сотен обращений от жителей региона. И все они разного характера. Для кубанцев личный прием у губернатора – это как последняя инстанция в решении наболевших проблем. Елена Касабова, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.